Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастической драмы 2022 года «Капсула времени». Джек Ламберт хочет стать губернатором штата, но его политическая партия выбирает вместо него другого кандидата. Решив отдохнуть, вместе с супругой Мэгги мужчина едет в свой летний домик, где он не был уже много лет. Перебирая свои старые вещи в домике, Джек находит и с улыбкой смотрит на фотографии своей первой возлюбленной, Элис, которая навсегда покинула землю почти 20 лет назад. На следующий день Джек с супругой идут в местный магазин, чтобы купить продукты. Неожиданно Джек замечает в конце прохода Элис, которая нисколько не постарела за 20 лет. Мужчина хочет заговорить с девушкой, но отвлекается на появившуюся жену, а красотка пропадает так же внезапно, как и появилась. Позже Джек встречается со своим школьным приятелем Патрисом, у которого теперь свой небольшой бизнес по ремонту электрики. Джек знакомит приятеля со своей супругой и расспрашивает его об Элис. Патрис делится, что Элис вместе со своим отцом Хэнком отправились колонизировать Марса вместе с несколькими другими добровольцами и никогда не должны были вернуться на Землю. Однако Элис оказалась не способна жить в марсианской колонии, а у Хэнка выявили серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому девушку вместе с отцом отправили обратно на Землю. За 20 лет двое почти не изменились, так как путешествовали в космосе в состоянии анабиоза. Патрис советует другу не встречаться с Элис, так как она все еще мыслит как подросток, в то время как Джек сильно изменился за эти годы. Тем не менее, Джек не может сдержать своего любопытства и начинает тайно следить за своей бывшей подружкой. На пробежке Джек рассказывает своей супруге необычную историю Элис, с которой они встречались в юности. Мэгги ни капли не ревнует, наоборот, она предлагает мужу пригласить Элис к ним на ужин, так как ей интересно узнать от девушки, каким был Джек в юности. Джек с волнением готовится к встрече с бывшей подружкой. Мужчина приходит в дом ее отца Хэнка, который чувствует себя не очень хорошо из-за тяжелой болезни. Элис очень радуется, увидев Джека, так как для нее с момента расставания прошло лишь несколько месяцев. Узнав о том, что бывший бойфренд женат уже пять лет, девушка сильно расстраивается. Когда Ламберты готовятся к ужину, звонит Роберт, менеджер предвыборной компании, и говорит Джеку, что тот снова участвует в гонке за кресло губернатора, так как у другого кандидата случился инсульт. Джек сначала хочет отказаться, но жена уговаривает его участвовать в выборах. Вечером в гости к Ламбертом приходят по три с Элис и Хэнк, и всей компанией они пьют вино. Хэнк рассказывает о необычном опыте космических путешествий и очень странном ощущении, когда они с дочерью почти не изменились, тогда как все их друзья постарели на 20 лет. По просьбе Мэгги Элис рассказывает, как они познакомились с Джеком в кинотеатре, а Патрис добавляет, что друг написал для девушки очень красивое романтическое стихотворение. Узнав, какими трогательными были отношения пары, Мэгги начинает ревновать, и оставшись наедине с Элис, она довольно снисходительно разговаривает с девушкой, отчего гостья чувствует себя очень некомфортно. Когда гости уходят, Мэгги говорит супругу, что Элис все еще влюблена в него. Мужчина игнорирует эти слова и хочет подкатить к супруге, но она отшивает его и ложится спать. На следующий день Джек и Элис решают поплавать в озере на досках для серфинга. Однако у мужчины получается не очень, и он постоянно падает в воду. В то же время Мэгги и Патрис загорают на берегу. Патрис считает, что Джек не особо желает стать губернатором, на что Мэгги отвечает, что они вместе с мужем уже несколько лет идут к этому и обязательно выиграют выборы. После чего советует приятелю мужа не лезть не в свое дело. Джек врет Элис, что ему понадобился всего лишь год, чтобы забыть ее, хотя на самом деле красотка навсегда осталась в его сердце. Слова спутника сильно задевают Элис, поэтому она прерывает прогулку и направляется домой. Мэгги договаривается об участии Джека в политическом ток-шоу перед предвыборной гонкой, даже не спросив согласия супруга. Когда Джек готовит свою речь, Элис и Патрис стучатся в окно и уговаривают мужчину сходить с ними в ночной клуб. В клубе Джек вновь чувствует себя юным и бодрым и удивляется, когда его узнают молодые посетители, уверенные, что он классный политик и обязательно выиграет выборы. После клуба Джек и Элис смотрят на удивительный фейерверк, а девушка признается, что для нее их романтические отношения были словно вчера и никогда не заканчивались. Прогуливаясь, Элис говорит, что всем ее старым друзьям теперь по 40 лет, и они как будто потеряли страсть к жизни. Джек вспоминает, как они познакомились с Элис 20 лет назад в кинотеатре, когда она обронила свою счастливую монетку, а он поднял ее. Однако Джек останавливается, так как не хочет ворошить прошлое. Он извиняется перед красоткой и идет домой. Джек забирается в постель к супруге и страстно занимается с ней любовью, думая при этом только об Элис. Следующим утром Джек дает интервью журналистам, когда ведущая в прямом эфире неожиданно включает видео с кандидатом, танцующим и отрывающимся в ночном клубе в компании молодежи. Многие считают это безответственным поведением. Однако Джек уверенно заявляет, что он – обычный человек, который расслабляется в отпуске. Если избиратели хотят видеть в кресле губернатора фальшивого робота, тогда им стоит голосовать за другого кандидата. Закончив интервью, Джек вместе с Патрисом едут в бар, а политик признается другу, что он все еще влюблен в Элис. Тем временем Элис идет в дом Джека за отцом, который здесь что-то ремонтирует. Мэгги встречает девушку и с удовольствием рассказывает, что они вместе с Джеком вскоре продадут этот старый дом и уедут в романтическое путешествие. Кроме того, хозяйка благодарит Элис за то, что та вновь зажгла в нем желание, и всю вчерашнюю ночь супруги провели в объятиях друг друга. Мэгги уверена, что после такой ночи она наверняка забеременела долгожданным ребенком. Элис сильно расстраивается из-за услышанного, выбрасывает счастливую монетку рядом с домом Джека и уходит. Джек в баре рассказывает другу, что Мэгги сильно увлеклась его политической карьерой, хотя он сам, если честно, все еще не видит себя в кресле губернатора. Патрис советует товарищу вернуться к Элис, так как между ними были настоящие чувства, которые до сих пор не остыли. А девушка любит Джека настоящего, таким, какой он есть. Джек был уверен, что потерял Элис навсегда, когда она улетела на Марс, а ее возвращение стало для него полной неожиданностью, которая перевернула его мир с ног на голову. Джек не уверен, как ему теперь поступить, хотя его сердце тянется к Элис. Вернувшись домой, Джек видит, что супруга уже собрала сумки в обратный путь. Мэгги радостно заявляет, что интервью мужа неожиданно стало вирусным, и теперь он главный кандидат на кресло губернатора. Следующим утром Джек идет к Элис, заявляет, что он не любит ее и все давно в прошлом, ведь она никогда не должна была вернуться из космической миссии. Мужчина добавляет, что девушка совсем не знает его, так как он сильно изменился за 20 лет. Элис отвечает, что очень хотела бы узнать. Она уверена, что судьба дала им второй шанс. Девушка признается, что она специально подстроила все так, чтобы вернуться на Землю, так как поняла, что не представляет свою жизнь без Джека. Для нее разница в возрасте – это просто число, на что гость отвечает, что 20 лет – это огромная пропасть, которая никогда не позволит им быть счастливыми вместе. Неожиданно появляется Хэнк и сходу бьет Джека кулаком по лицу, за то, что тот так обращается с его дочерью. Перед тем, как уйти, Джек заявляет, что именно Хэнк виноват в их разрыве, так как он настоял на том, чтобы Элис полетела с ним на Марс. Проходит 6 месяцев. Джек с каждым днем все больше понимает, что вся эта жизнь не для него. Он не хочет становиться губернатором. И самое главное, он не любит Мэгги, так как весь их брак строится на практичности и расчете, а не на любви. Джек говорит об этом супруге, которая сильно расстраивается, так как у них были совместные цели и блестящая политическая карьера мужа. Однако она ничего уже не может поделать, так как мужчина твердо решил развестись. Джек приезжает к Элис, но узнает от новых владельцев дома, что девушка переехала, так как ее отец умер. Патрис отвозит друга к ресторану, где сейчас работает Элис. Джек смотрит на возлюбленную со стороны, но не решается к ней подойти. Джек пишет письмо для Элис, которое ей вскоре передает Патрис вместе с ее счастливой монеткой. Мужчина хочет, чтобы девушка познала жизнь, познакомилась с новыми людьми, получила бесценный опыт и раскрыла свой потенциал. Джек любит ее, но не хочет быть эгоистичным. Мужчина подписал контракт на десятилетнюю космическую миссию, которую он так же, как и она, проведет в анабиозе. Через 10 лет он вернется на Землю и будет ждать ее около кинотеатра, где они познакомились, если Элис, конечно, все еще захочет его видеть. Через 10 лет Джек целый день с надеждой ждет любимую около кинотеатра. И вот, наконец, с наступлением темноты, счастливая монетка катится к его ногам. А следом появляется Элис, повзрослевшая на 10 лет. Как вам фильм «Капсула времени»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok